Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными художниками, смотреть их картины. Сегодня я хочу вас познакомить с французским художником, неоимпрессионистом, известным работой в живописи, графике, книжной иллюстрации и, кстати, деятелем анархистского движения Максимилиане Люсси, французский художник. Данные я беру из википедии, скачал его работы. Итак, Максимилиан Жюль Констант-Люс родился в 1858 году в Париже. Его родители были небогатые, отец железнодорожной служащей, мать домохозяйки. Семья жила в районе Монпарнас в Париже, посещал школу иколи коммунале, начиная с 1864 года. Люсс начал работать в мастерской Жена Фрамен, французского живописца, писателя, историка и искусства, представителя романтизма. В 1876 году делают гравюры для различных публикаций, в том числе иллюстратион и Лондона за график. Взял дополнительные художественные курсы в академии, а также мастерскую портретиста Карлеса Дюрана. Четыре года в армии, начиная с 1879 года, служил в Британии. Получил повышение до капрала, в армии подружился с Миллираном, кстати, который в 1920 году вступил в должность президента Франции. Хорошее знакомство. Участвовал в выставке, был знаком с Писсаро Синьяком, встретил многих других неоимпрессионистов, в том числе Сёра, Андрей Монкросса, Шарль Ангран, Геомен, Ипполит Петьян, Альберди Буапеле и сын Писсаро Люсиен. Достаточно приличное знакомство. Выставлялся, кстати, на одной из выставки. Поль Синьяк купил одну из его картин. Критик Финьон характеризует Люса как грубого честного человека, грубым мышечным талантом. В 1909 году был избран вице-президентом салона независимых и был избран президентом в 1935 году после смерти Синьяка, который занимал этот пост с 1908 года. Весной 1892 Люс путешествовал с Писсаро в Лондон, посетил Сент-Рапе с Синьяком, отправился в Британь, много путешествовал, писал ландшафты, портреты, натюрморты, бытовые сцены, такие как купальщики, изображал сварщиков, прокатный стан и рабочих. Многие из иллюстраций были представлены в социалистических периодических изданиях. В 1894 году Люс, подозреваемый в причастности к убийству президента Франции Марии Франсуа Саи Карно, был арестован, заключен в тюрьму. Через 42 дня его отпустили. Он опубликовал альбом, состоящий из 10 литографий о себе и других политических заключенных, находящихся в этой тюрьме Мазаз. В 1896 году, во время посещения короля Альфонса XIII в Париже, полиция задержала Люса на том основании, что он был опасным монархистом. Через свои картины он страстно продемонстрировал сопереживание и общение с пролетариатами. Все то, что я читаю, я нашел в Википедии. Это переводная часть, может быть, иногда неправильные ударения стоят. В 1893 году Люс встретил Амбразин Буэн в Париже. Она стала его моделью, спутником и женой. Так написано в Википедии. Жена часто была моделью для него, появлялась во многих его произведениях, часто, частично или полностью не обнажу. Первый сын умер через 15 месяцев. Второй ребенок, которого они назвали Фредериком, родился в 1896 году. Супруги поженились в 1940 году, то есть практически через 40 лет в Париже, после рождения второго ребенка. В возрасте 83 лет Люс умер в своем доме в Париже в 1941 году. Через 4 месяца в мае 1941 года, после смерти, Люс в Национальной библиотеке Франция организовала мемориальный выстав. Надо сказать, что Люс был одним из наиболее продуктивных неоимпрессионистов. Создал более 2000 картин, сравнительно большое количество акварели, гуаши, пастели, рисунки, а также более 100 гравюров. Работа художника Собор в Нотр-Дам, де Пари, которая была написана в 1900 году, была продана на аукционе за 4 миллиона 200 тысяч долларов, установив рекорд для работы Люс. Ну вот, пожалуй, и все, что я нашел в интернете. В Википедии о французском художнике, неоимпрессионисте Максимилиане Люсе, известном работе в живописи, графике, книжной иллюстрации, а также известен как деятель анархистского движения. Все, всем пока, всем привет, до свидания, пока-пока. Смотрим работу. Продолжение следует...